Безопасность жильцов сразу нескольких иркутских домов стала поводом для совместного рейда сотрудников сразу нескольких ведомств Иркутска. Спасатели, полицейские и специалисты администрации отправились в гости к тем, кто незаконно живет в аварийных домах в самом центре города. Поехала с ними и наша съемочная группа. В Иркутске нет ни одной социальной гостиницы, где хотя бы некоторое время могли бы жить бездомные, поэтому бомжи вынуждены жить как могут и где могут. Чаще всего их жильем становятся аварийные здания в центре Иркутска, из которых были уже выселены. Официальные жильцы. Сегодня специальная комиссия, в которую вошли сотрудники МЧС, полиции и администрации, намерены выселить их из этих зданий. Уважаемый, мы вас живем. Ничего можно? Нет, нельзя помочь, потому что у нас времени нету. Документы ваши есть? Нет. Вы давно вообще живете в этом доме? Нет. Куда вы собираетесь идти, когда вы собираетесь? Ну, поедем домой. Что нужно делать для того, чтобы не произошло пожар? Перегружать, сесть, перегружать в постели. Мы обогревались электроприборами, почему? Электроприборы старного производства, без теплозащиты. То есть, если бы мы сегодня не пришли бы, возможно, произошло бы неприятное событие. В непосредственной близости от этого дома находятся также деревянные дома, которые в случае возникновения пожара в этом доме, огонь достаточно легко мог бы распространиться на ближайшие. Официально этот дом расселили год назад. Люди получили новые квартиры. Но мигрантов отсюда выгоняют уже трижды. Комиссия надеется, что этот раз был последний. Было выявлено шесть незаконных иммигрантов, которые были задержаны отделом полиции для выяснения совместно с иммиграционной службой. Сейчас в данном случае будет отрезанное электричество от этого дома. Он заколочен. То есть, чтобы избежать дальнейших попаданий сюда незаконных лиц. Такие риды комиссия намерена проводить и дальше. Ведь в холодный период новоселок в таких домах становится, как правило, больше. Те, кто летом жил на свежем воздухе, зимой согреваются или на теплотрассах, или в таких аварийных домах Иркутска. Юлия Поспеева, Андрей Назаров. Новости по будням.